Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Доминато Спейс, и сегодня у нас будет обзор на мою коллекцию мини-фигурок по серии Стимпанк. Здесь вы можете видеть главного героя моих мини-фигурок и моей истории, которую я вот сейчас придумаю по Стимпанку. Если что, Стимпанк это раздел или даже отлетление от жанра научной фантастики. И основан он на паровых машинах, на том, что эволюция человека, точнее не эволюция человека, а наука пошла раньше, чем того бы желали средства, если так можно сказать. То есть у нас, как у нас сейчас наука известна, так она была известна во времена, как я называю эти времена, это времена шляп. Не знаю почему, но потому что все ходили вот в таких вот топ-хэт, то есть, в общем, вот эта котелога, вот как эта шляпа называется на русском, я не помню. В общем-то, в такие времена как раз-таки была такая же технология, как у нас сейчас, но даже, может быть, гораздо более современная она была, но была она основана на паровых машинах и электричестве, и в принципе, всё. Ну, в общем-то, это не одна фигурка, а много фигурок, но сперва мы посмотрим на главного героя. Имя его Родни Радбоун. Как вы можете заметить, имя и дизайн, половину дизайна данного персонажа я взял из серии Лего Монстер Файтерс. У него имеется его шестизарядный пистолет, револьвер, также имеется его меч, не знаю, пиратский меч, хотя должна быть шпага, которой у меня нет. Он носит смокинг с бабочкой, и у него одна нога такая металлическая. Он одет в котелке и достаточно классная мини-фигурка. Раз уж начали с главных героев, то давайте перейдём к главному злодею, доктор Роберт Пэттлхолмс. Такое у него имя, он также одет такой вот, как бы, пиджак, смокинг. Можете заметить, задний принтинг взял я это из Лего Одинокий Рейнджер. У него имеется обычный меч, крюк и огромные вот такие большие шрамы по второй половине лица. В скором времени, хотя не в скором времени, я, возможно, расскажу историю данных персонажей, если вы захотите, я её додумаю. И как раз-таки там я расскажу, откуда у него взялись эти шрамы и почему именно доктор Роберт Пэттлхолмс, главный враг Родни Рэдбоуна. Альбет Рыжая Борода, командир и капитан корабля Санта-Мария, на который уже у меня был обзор. Я назвал его просто флагманский корабль Стимпанка, но теперь я придумал ему название. Это корабль Санта-Мария. Он в моей истории выступает достаточно нейтральным персонажем, но затем он станет помогать не по своей воле, но он станет помогать вот этому вот владею. То есть он будет ему помогать, но не по своей воле. Как это будет, ещё я не придумал, но, к сожалению, он будет против Родни Рэдбоуна. То есть он будет за плохих, но не по своей воле, опять же. Данная мини-фигурка не является кастомной и не должна быть кастомной. Имя этой мини-фигурки Эн Ли, и она из Лего Монстер Файтерс. Она будет выступать помощницей Родни Рэдбоуна и будет помогать ему во всех делах. В прошлом Родни Рэдбоуна уже потерял многих напарников на борьбе с доктором-злодеем. Но Эн Ли вызвалась также ему помогать, и посмотрим, что из этого выйдет. Чумной доктор, вооружённый шприцом с болезнью, как раз таки с чумой. Также имеется у него огромная клешня, которая у него прикрепляется сзади на спину, к ней прикреплён динамит. И почему же чума не распространилась по всему городу Стимпанк? Всё потому, что она здесь как-то дозирована и уменьшается другими химическими элементами. При попадании в тело жертвы чумного доктора, она проникает и заражает лишь тело оппонента, в котором он как раз таки шприц и воткнул. Данный персонаж будет помогать злодеям. Как это было не странно, в принципе. Я думал его сделать, опять же, нейтральным каким-то доктором, учёным, который раньше любил делать всякие... Проводил эксперименты над мутацией, над всем этим, а потом стал чумным доктором, как бы взял такое имя. В общем-то, напишите мне в комментариях, как лучше будет сделать его приспешником зла или приспешником нейтралитета. То есть, он как бы будет в лаборатории своей сидеть, о нём практически никто ничего не слышал после. Все подумали, что он давно погиб, а на самом деле он проводит опыты. И данный костюм, он как бы его костюм, он в нём как раз таки выходит для сражений, для всего остального. В общем-то, напишите мне в комментариях насчёт этого. Перейдём к армии злого доктора Роберта. И я уже забыл, как зовут вот этого вот чудака, главного злодея. Я не понимаю, как я так мог легко забыть его имя. Я так часто его имя переменял. Но, в общем-то, ничего страшного. Вы, думаю, поняли, к кому относится данный персонаж. Это статуя. Он может становиться статуей и как бы шпионить за всем, что происходит в городе. Вот такой вот шпион, статуя. Также он может разоблачиться, когда выходит из стазиса и напасть на врага. Главные отряды зла, они выглядят так. В них ничего нет такого special. Но как бы в них special есть. Это бур, торчащий прямо из пуза. Как видите, чтобы они могли рассверливать всё на своём пути. Сзади у них имеется генератор. Они входят в таких шапках, похожих на нацистские. И в противогазах всё потому, что эти существа кибернетические. У него имеется обычный пиратский пистолет. И они при попадании в них, или там, не знаю, если попадут им в вот этот генератор, они подрываются. И достаточно большой радиус у них действия подрывания. Данные существа являются отрядом своей тяжёлой силы. У них имеется огромная секира и лучевой пистолет, который может выстрельнуть кристаллическим веществом, которое якобы замораживает, но оно гораздо крепче, чем лёд. И попав в него, вы больше никогда не сможете оттуда вылезти. И разлагаться эта вещь будет около 300 лет. Такая вот мини-фигурка, очень бронированная и оснащённая по последнему слову техники. Ну, если говорить в стимпанке. Последняя мини-фигурка злодеев – это ассасин. У него имеется обычный пистолет и такой одноогненный джетпэк, если так можно сказать. Над ним я поработал не так уж и сильно, поэтому о нём рассказывать нечего. Он просто работает на тех, кто больше платит и уничтожает оппонентов, как раз-таки его заказчиков. Данный герой является отцом нашего родни Рэдбоуна. У него и он работает на сварочном заводе, где он переплавляет уголь, передаёт это всё в энергию и в пар. У него имеется одна золотая рука, там, где он держит молоток, которым выбивает как раз-таки уголь. У него такое уже лицо. Также здесь сварочный аппарат, который может стать пулемётом. Клешня и труба, откуда выходит пар для оснащения его этими возможностями. Данные отряды солдатов охраняют как раз-таки эту фабрику. Она самая важная в городе, так как она оснащает энергией весь город. У него задимеется уже труба, откуда также выходит пар. И ему энергии нужно больше, так как она даёт энергию его костюму и его пушке. Также у него имеются такие инфракрасные очки. Данная мини-фигурка символизирует обычного гвардейца и элитного солдата, охраной всего города Стимпанка. Как вы видите, у него есть тут скорпион с аями. И в таком дизайне у него выполнен его ранец. Также имеется такой автомат. И вот так вот он выглядит. Последняя мини-фигурка – это гвардеец, сильный гвардеец. У него имеется секира, которой прикреплена как раз-таки пушка. Он может одновременно и стрелять. Радиус действия у него достаточно большой. Он имеет на себе золотую броню. И как раз-таки может участвовать и в дальних, и в ближних боях. В принципе, это всё на сегодня, дорогие друзья. С вами был я, Доминато Спейс. Всем удачи и всем удачи. Хотя я это уже сказал. В общем, всем пока. И пишите в комментариях, понравилась ли моя задумка очередная насчёт Стимпанка. Субтитры сделал DimaTorzok